В гостях у вечернего шоу Drive Time на Skyradio солист проекта Carlos Dreams, самого загадочного музыкального проекта наших дней, исполнивший главный хит этого лета, операина. Добрый вечер! Добрый вечер, Иван. Очень, да, вот не знаю, как к вам обращаться, поэтому будем просто на «вы», потому что ваша личность, она секретна. Вот скажите, многие артисты вообще стремятся к популярности, они хотят, чтобы их жизнь стала звездной, чтобы все их узнавали, чтобы они везде мелькали, а вот создается впечатление, что вы как будто бы специально избегаете этого, что вам не нужна эта слава. Это вот правильное ощущение или оно ошибочное? Во-первых, не все те, кто хотят личной славы, знают, чего хотят и понимают, к чему это сходится. Во-вторых, потому что у славы есть свои недостатки, их много. Ну, а во-вторых, насчет популярности моей лично, персонаж популярен, я и мои коллеги за него рады. Скажите, а есть ли вероятность, что в какой-то момент вам надоест скрывать личность, жить в образе вот этого загадочного проекта, вы решите показать себя, пустите журналистов, поклонников вашей личной жизни или такой вариант даже не рассматриваете? Знаете, как планировать такого рода вещи глупо, но сейчас не вижу ни одного аргумента, чтобы это делать. Мы и не хотим, и не будем. Ясно. Ну, а ведь наверняка многие люди все-таки знают ваши реальные личности. Например, те, кто занимается вашим гримом, стилем, образами. Это люди, которых вы везде возите с собой, чтобы только они вас гримировали? Или вы находите людей уже непосредственно на гастролях? Как обычно это организовывается? Ну, мы можем это делать и сами. Да, есть, конечно, ряд людей, с которыми мы работаем, которые, ну, конечно, знают, как мы тут едем, и ряд других деталей. Но они не опасны, ибо нормальные люди, во-первых, а во-вторых, контракт. И штрафы. И штрафы, да. Ну, мы на это не полагаемся, потому что просто мы стараемся выбирать людей, которые понимают, что ничего такого не скрывается. И мы просто не хотим сосредоточивать внимание на себе. Плюс насчет образа. Ну, у нас простейший образ вообще. Ну, кроме маски. Это батни, джинсы и какие-то кроссовки. То есть мы не заморачиваемся насчет стиля и так далее. Мы хотим, чтобы это было доступно каждому, ну, в любом. Ясно. А вот скажите, в проекте «Карлос Дримс» задействовано очень большое количество людей. На концертах вот разные участники присутствуют, за вокал всегда отвечаете вы. А как вот выбирает, кто сегодня выйдет на сцену? Это как-то, не знаю, вы спички тянете или как это происходит? Нет. Ну, есть базовый групп людей, которые как бы они перманентны. И меняются в зависимости от того, какой концерт, формат концерта или формат выступления. Например, сегодня в Румынии мы были на радио, и нас было 14 человек. Но это вот, скажем так, ну, выглядело больше как массовка, потому что люди без инструментов. Но они часть команды тоже. И песня такого рода, что мы хотели спеть именно так, чтобы она выглядела именно так. А за вокал отвечаете только вы? Ну, пока да. То есть есть какие-то варианты, что кто-то добавится? Ну, не исключено абсолютно. Почему бы и нет? Может, мне даже есть кто-то другой придет. Скажите, а вас вообще раздражает интерес прессы к вашим реальным личностям, к реальным именам? Или вы к этому относитесь очень спокойно, философски и понимаете, что это их работа? Абсолютно, абсолютно спокойно. Мы понимаем, что мы не можем от всех ожидать какого-то солидарного, лояльного отношения. Пресса тоже бывает разная. И в прессе разные люди. Скажите, а бывали ли вы в Эстонии? Есть ли вообще план у проекта Carlos Dreams на посещение нашей страны? Вот не были, но приедем почти обязательно. Потому что, насколько я знаю, ведутся переговоры с некоторыми плодами в Эстонии. И, может быть, увидимся через месяц-полтора. Может быть, после Нового года, так как мы будем выпускать русскоязычный альбом, мы только начали работу в этом направлении. Вышла песня «Треугольники». А что-то планируется дальше на русском? Нравится вам, кстати, песня. Очень. Звучит на Sky Radio. Заказывают постоянно. Очень любят наши люди, да? Вот нам тоже нравится. И мы сделаем еще пару песен. Надеемся, что они найдут своего слушателя. И в Эстонию лично я и Калининг тоже приехали бы с удовольствием. Так что мы будем над этим работать. И, может быть, это будет не прямо уж и грандиозный стадионный концерт, но в каком-то укромном клубе или по более большому мы обязательно увидимся с вами. А расскажите, откуда вы так... И вас тоже пригласили. Ой, спасибо. Будем ждать. Расскажите, откуда вы так хорошо владеете русским языком? И вообще кто-то еще из проекта Carlos Dreams говорит на русском? Есть еще ребята, которые говорят на русском, которые из Молдавии. Плюс у нас есть представители из Украины, России. Но в музыкальной части это и румыны, большинство. Молдаване и румыны, которые не говорят на русском. А вот та другая часть, они знают и русский. Из музыкального состава, скажем так, русский знаю только я. А скажите, есть ли у вас у самого любимая песня от Carlos Dreams? Трудно сказать. Не буду кривить. И обычно это новые песни. Потому что, ну вы понимаете, что когда ты поешь одну песню три года, она приедается. И то же самое случается и с нами. Так что я не буду строить из себя такого наивного мальчика. Есть песни, которые просто надоели уже. А есть новые песни. Из тех старых, которые все-таки очень хорошие, я бы, наверное, назвал Хобсон с Челеси. Это песня на румынском языке. Но вот мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать хотя бы субтитры сделать. Чтобы и русскоязычное, и англоязычное население, ну хотя бы приблизительно прочувствовали песни, которые на румынском. Ну и наоборот. Перевод русских песен на румынский и английский. Скажите, а можно ли вас попросить напеть буквально две строчки из песни «Оп, эроина»? Можно, я бы. Ну не знаю. Вообще-то, вот только потому, что из Эстонии. И мы тут до скорого не приедем. Ну, в смысле, в следующие пару недель или по месяцу. Ну давайте. Вот у меня и китары здесь нет. Тогда будет вычательная атака. «Оп, эроина! Оп, оп, эроина! Оп, эроина! Оп, эроина!»